смотрим демо перспективная сетка с привязкой без привязки разницы не знаю я решил вам два дыма сделать особой разницы нет то есть я обычно привязываюсь в перспективе просто другое дело что вы увидите я вам сейчас тоже и скажу еще пять раз что я привязываюсь не всегда то есть они нажимаю кнопку раз и все и до конца дыма я ее не отпускаю за вот процесс рисования там много очень раз там несколько миллиардов раз нажимаю постоянно отвязываюсь привязываюсь то есть по мере того как мне нужно или не нужно проводить ровные линии но вот например вот этот процесс который который мы сейчас быстро посмотрим на то здесь просто я включил видимость сетки то есть ее установил эту двухточечную какую-то перспективу поставил примерно как мне надо ее где-то вот так у меня там было включил сетку и с помощью этой сетки я начал видеть пространство примерно да то есть я вижу пол комнаты в данном случае я вижу там ту стену эту стену и начинаю скетчить то есть более такой естественный процесс не нужно отвлекаться на то куда мне должны эти линии я их четко вижу что зеленые туда идут красные туда идут и начинаю просто скетчить то есть это достаточно удобный способ создания сетки да то есть фотошопе надо там разные скрипты использовать или что-то еще звездочки эти использовать кастом шейпы здесь это все очень быстро делается видимость сетки и скрыт свой да то есть сетку мешает мне шифтом на нее кликнула она убралась либо вместе с ним с ней свой скрыл часто да хорошая идея хранить сетки на отдельных слоях то есть я обычно у меня свой сетка я на нем не рисую то есть он у меня стоит у меня у сетки стоит режим show in always и я рисую на остальных слоях а вот этот слой сеткой просто мне шифтом неудобно иногда нажимать поэтому я просто отключает слой и все да и у меня на нем написано например там тупой перспектив двухточная перспектива соответственно хочу я там еще я отключаю еще одна перспектива нужно мне еще одна перспектива я ее там создаю на новом свой еще одном ставлю там горизонт куда мне надо опять это например вообще отключаю а это на брат включая и начинаю тоже на абсолютно другом слое рисовать в одноточной перспективе нужно мне опять двухточную я просто свой включая для этого удобно использовать этот сплит свое то есть у вас например много слоев до в итоге появится и у вас нижняя панель вы видите в ней а перспективные сетки вы можете переключаться между ними а верхней панели вы видите собственно сами скетч и эти все сетки если у вас их в итоге там много появится вы их просто в папку соберете там у вас будет папка перспектив и таким образом тоже можно документ свой организовывать хорошим образом да быстро переключаться между ними таким образом то есть как мы с вами сказали можно их в принципе на одном слое все эти сетки хранить но честно говоря я путаюсь в них и мне неудобно что там на одном слое куча всего лежит поэтому удобнее вот так быстро переключаться две сетки раз поэтому да хорошая идея и как вы видите я и как вы видите в этом демо и скорее всего в этом и по его в следующих остальных я постоянно отражаю картинку для отражения картинки у нас control shift а и это прямо я не знаю возможно даже иногда будет раздражать вас при просмотре но для меня это было жизненно необходимо постоянно отражать картинку смотреть как там как бы в другом ракуре ну не в другом ракурсе да в отражении как там предметы сбалансированы где они расставлены и прочее прочее соответственно если смотреть демку так быстрее когда промотаем это сами потом посмотрите создаю перспективы начинаю скетчить то есть рядом мне лежат референсы их вы сейчас не видеть они у меня на другом мониторе но там какие-то он варварные и какие-то вещи какие-то штуки нашел это скетчить начинаю скетчь начиная с крупные кисти с широкой кисти да то есть чем у вас меньше кисть тем сложнее рисовать чем больше кисть тем легче рисовать поэтому если вы на бумаге рисуете например то рисовать карандашом с нуля это клёво но это не ну я вот все-таки употребил от слова неразумно то есть и конечно разные там люди с разными мировоззрениями но моем понимании лучше использовать более широкий инструмент например какой-то широкий маркер либо широкую кисть в си джи графики на компьютерное рисование потому что ну общий объем общей массы то есть вас на этом этапе сейчас не волнует сколько листов у книги там сколько пылинок лежит на на столе вас волнует где находится стол какой высоты примерно до какой он там хотя бы примерно формы на прот этот стул сейчас тоже него нужно просто расположить и иду как и в прошлый раз проходами сейчас я сделаю вот этот проход располагаю все то есть думаю как вот знаете когда вы квартиру купили вы думаете куда что поставить вот такое же у меня сейчас мышление я не думаю пока не про кодизайн как бы думаю конечно то есть постепенно у вас эти процессы будут вы сможете выполнять несколько задач но в любом случае да то есть мы не пытаемся жонглировать сразу всеми там десятью мечами это дизайном расположением и так далее то есть сейчас для меня важно расположение следующий проход создал полупрозрачный полупрозрачный до белый там точнее сбросил прозрачность у того свое до предыдущего а сверху просто обычный свой создан непрозрачный норму наложения и начинаю начиная сверху уточнять что-то то есть имейте в что этих проходов может быть сколько угодно поэтому со временем ты привыкаешь то есть ты примерно понимаешь на каком ну я их называю проходами на английском это пас то есть на каком-то из этих проходов сколько вам деталей нужно добавить примерно ты начинаешь понимать но в любом случае как-то постепенно да то есть если так в процентах то каждый проход например это процентов 30 деталей то есть в итоге у вас за весь рисунок наверное прохода 4 получится что-то 334 то есть но здесь у меня по моему три было но если мы не учитываем чего этот самый аутлайн да то есть это тоже по сути проход а как видите я использую выделение и трансформацию чтобы какие-то вещи там мне не нравится например куда они там направлены или вот мне не нравится где стоит эта клетка выделим немножко передвину то есть велком и это по моему последний проход со временем у вас ну смысле со временем вот если вы сейчас будете смотреть да особенно в реальном режиме ну и сейчас вы это тоже видите что первый проход у меня занял ну вот если даже вы посмотрите вот этот таймлайн то есть вот этот последний проход он занимает половину дэма да то есть он вроде как бы все уже понятно но занимает он больше всего времени а сначала когда все было непонятно все занимало меньше времени то есть на время смотреть не надо но это всегда будет да потому что здесь нам нужно мы уже начинаем прорисовывать детали то есть нам надо сгенерировать много деталей поэтому это начинает требовать много времени перспектива на этом этапе, как видите, у меня выключено. То есть, в принципе, я на первых проходах задал основные направления, все там линии, куда что направлено, куда там все эти кубики направлены примерно. Поэтому здесь я уже отталкиваюсь от них, то есть от того, что я нарисовал на предыдущих проходах. Поэтому важно на предыдущих проходах все тоже осознанно делать, не от балды как-то накидывать, а понимать, что куда идет, в какой перспективе находится, ну, благо у вас там сзади сетка лежит. Ну и вот, то есть, да, где-то до суда я дохожу. То есть, следующий будет лайн-арт. И сразу посмотрим скетчинг с перспективной сеткой и привязкой. Постоянно привязываясь, отвязываясь в перспективе, постоянно нажимая на эту кнопку. Трансформация и дистор до летали, то есть, тоже вы там где-то посередине демки. Вы видите, что я, мне не понравится, что у меня, ну, как мы тоже сейчас упоминал, что мозг человек, он всегда все балансирует, то есть, у вас все такое ровное, однообразное всегда становится. То есть, мозг это в вашей голове такая, как бы, негативная вещь в плане рисования. Он постоянно будет оттягивать назад. Поэтому трансформ, вот этот дисторд, ворп в фотошопе, это прекрасные вещи, чтобы, как бы, избавиться от этой неприятности и сделать что-то более оригинальное. Выставляя перспективу, такая, как бы, двухточная, классическая. Начинаю рисовать с помощью объемов, да, составляя кубики, цилиндры, друг на друга. Тоже у меня открыты какие-то домики на втором мониторе, то есть, я до них так посматриваю, что-то смотрю, там, как бы, какие-то идеи ловлю. Тоже первый момент это размещение всего, то есть, про дизайн я не знаю, это может быть. Конечно, у него уже читаются формы какого-то такого средневекового, да, дизайна, особенно на этом этапе. Но вот, например, на этом этапе это может превратиться хоть там в sci-fi, хоть в средневековое, хоть в какое. Понимаете, да, то есть, сначала у меня придет расположение, потом уже я начинаю, там, окидывать какие-то дизайны и прочее. Сразу второй домик, да, я рисую тоже. Таким же образом. Тоже в несколько проходов, как вы видите, делаю, то есть, сначала у меня был более светлый проход, более светлые цвета, и потом более темный цвет я просто выбрал и начал прям сверху рисовать. Да, и на этом этапе, как видите, мне не понравилось то, что у меня происходит, потому что у меня они такие. То есть, их можно было оставить такие, как бы они норм, просто это чисто запросы проекта. То есть, в данном случае у меня проекта не было, но все-таки я хотел получить какие-то более интересные, выразительные пропорции. Ну, как бы понимаете, да, когда просто прямоугольник напополам раздельный, или когда там у персонажей все пропорции одинаковые, это не так интересно, как если у него большая-большая голова, например. То есть, здесь я, конечно, сильно с ума не схожу, но, как вы видите, я тоже пробую что-то там изменять, какие-то элементы делать более большими, какие-то наоборот более маленькими единственный минус, что я сейчас это все трансформировал и потерял перспективу, поэтому мне придется ее немного чинить, то есть где-то я возвращаюсь обратно в смысле я не возвращаюсь, я иду вперед но я включаю привязку к перспективе, некоторые линии мне придется заново нарисовать, чтобы они шли в нужное место потому что трансформ, он естественно вам сбивает всю перспективу ну вот как-то так, делаю проход здесь я уже начинаю думать над элементами не над всеми, то есть по-прежнему меня не интересуют какие-то трещины на стенах но постепенно-постепенно я все-таки эти элементы уже начинаю добавлять размещать тоже начинается долгий процесс достаточно, потому что много уже информации нужно генерировать то есть она не такая важная, как первая информация, которую как ни парадоксально, мы за меньшие промежуток времени нарисовали то есть здесь всякая мелкая информация но занимает она намного больше времени особенно вот этот этап, да, то есть это уже прорисовка это не аутлайн, аутлайн я потом еще сделаю более аккуратный но это такая, как бы, да, более чистый скетч по-прежнему я не просто обвожу, я добавляю что-то еще от себя, что-то изменяю то есть все вот эти этапы обрисовки это еще один шанс для меня что-то поправить что-то проверить ну и синий дом тоже то же самое мелочи добавляю а внешний аутлайн более темный, да, внутренний более светлый внешний аутлайн как самого домика ну, в принципе, элементов всех внешний аутлайн где они соприкасаются друг с другом и так далее ну и вот, да, получается какой-то такой скетч то есть привязка к перспективе да, то есть особенно если была бы изометрия то есть это, конечно, не изометрия но без перспективы это было бы сложно рисовать то есть даже учитывая то, что как бы мне не нужен сейчас прямо идеальный скетч, да и можно было там косяки с перспективой допустить какие-то но проблема в том, что если вы допустите сейчас косяки с перспективой нарисуете какой-то домик покажете клиенту он вам скажет, окей, классно а потом вы начнете чинить перспективу перерисовывать и с помощью сеток чинить у вас ваш домик может приобрести очень сильно другой вид починить у него линии более ровные станут и он по-другому выглядеть начнет это вот такая как бы важный момент поэтому даже даже скетч даже даже тот скетч который возможно не примут лучше рисовать с перспективой с нормальной уже осознанно от нее отходить ну вы поняли правильную мысль